привет друзья и гости с вами елена сегодня мы будем готовить пахлаву это турецкая сладость из теста фила пахлаву я уже делала на моем канале но она была другая из самодельного теста кому интересно можете посмотреть по ссылке в описании сегодня мы будем делать из готового теста фила у нас упаковка 500 грамм еще нам нужны грецкие орехи 300 грамм лимон сахар коричневый тростниковый две ложки это для начинки сливочное масло 2 стакана сахара стакан воды фисташки с фисташками мы будем посыпать вверх нашей пахлавы и мед одна ложка меда столовая сначала мы сделаем наливаем стакан воды и стакан воды добавляем 2 стакана сахара как сахар наш там растворится мы будем добавлять сок половины лимона пока выжмем сок ну вот у нас сахар растворился добавляем ложку меда и и сок половины лимона плитку выключаем пусть у нас растворяется и нам нужно этот сироп охладить он должен быть у нас холодной далее нам нужно растопить сливочное масло растапливаем либо микроволновки либо также на плите масло должно быть топленым жидким потребуется либо одна либо две пачки масла я пока сейчас растоплю одно ну вот масло у нас растопилось теперь нам нужно обжарить грецкие орехи вот я помолола грецкие орехи в комбайне фисташки и теперь нам нужно добавить вот коричневый сахар и вот сюда столовую ложку и сюда две столовые ложки можно и белый добавлять просто такой ну я думаю лучше будет выглядеть и по желанию если вы любите корицу добавляем корицу я люблю корицу поэтому мне нравится этот запах некоторые просто не любят и вот так вот перемешиваем нашу начинку чтобы все у нас хорошо объединилась пахнет как замечательно орехами корицей уже прям не хочется кушать тесто продают в морозильниках дома тоже она лежит морозильнике нужно перед тем как готовить на ночь вытащить его из морозильной камеры и поместить в холодильник только после этого начинаем с ним работать достаем его из упаковки здесь вот видеть очень много пластов все аккуратно завернута в целлофан раскручиваем наше тесто вот посмотрите как его здесь много и пласты вот такие вот у нас тонюсенькие как бумага далее берем форму лучше вот с высокими бортами но смазываем сливочным маслом и кладем пласт теста вот он свернутый уже у нас был как бумага рвется прям моментально так вот так вот его кладем и и смазываем маслом так мы укладываем 5-10 слоев этого теста фила каждый слой промазывая масло так аккуратно и укладываем и смазываем пять слоев я уложила все промазала теперь посыпаем где-то 1 3 вот наши орехово-грецкой смесью и кладем следующее тесто таким же образом промазываю каждый слой вот масло у меня уже кончается одной пачки мало сейчас буду топить еще три слоя орехов я положила остался у меня последний вот слой теста мы кладем последний слой сверху намазываем опять же маслом и посыпаем вверх уже фисташками это у нас будет заключительный слой масло тоже ушло у меня две пачки чуть-чуть вот осталось все а второй и вот так вот все хорошо мы посыпаем на калорийное блюдо согласна сейчас наверное все сидят и говорят сколько там калорий орехи но его много не едят это десерт который к чаю маленький кусочек маленький ромик подается и раз в день вместо конфеты шоколада его подают теперь нам нужно его нарезать берем острый ножик и вот делаем надрезы но тоже не до конца нужно оставить немножечко там нижний слой просто придаем форму чтобы потом залить все сиропом делают обычно вот ромбики вот так наискосок и вот так такой маленький кусочек я думаю если съесть то особого вреда фигуре не будет ну вот так таким вот образом мы ставим нашу пахлаву в духовку 200 градусов 180 градусов на 1 час у всех духовки разные поэтому смотрите вот как все румянится будет румяного цвета значит пора доставать ждем час час у меня прошел будем доставать из духовки нашу пахлаву какая красавица посмотрите запеклась и очень румяная посмотрим как тесто у нас пропеклось вот маленький кусочек вылез теперь важный момент пахлава должна быть горячая а сироп должен быть холодной ведь все у нас остыл и он уже такой не очень жидкий как настоящий сироп получился мы заливаем всю нашу пахлаву этим сиропом все края чтоб все у нас хорошо залилось и пропиталась вот так заливаем все обильно все в швы и должно проникнуть и ставим и выключенную же духовку она у нас еще теплая до полного остывания и пропитывания все ведь я все вылила все закончилось убираем до полного остывания пахлава у меня остыла в плите я хочу ее достать и попробовать красавица какая орехов много подрумянилась очень аппетитная пахнет чудо ну и еще подрезаем чтобы она хорошо доставалась и вот достаем наши кусочки и смотрим чё то вот посмотрите какая она получилось у нас вся пропиталась влажная сочная ореховая красивая красивая посмотрите какая прелесть слои все какие замечательные выкладываем сейчас на тарелочку все вот мям-ням-ням-ням все вот вот и вот ну вот 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 есть все и вот и вот из шиповника очень люблю заваривать шиповник и буду пробовать а падишах пусть пока позавидует как это вкусно это неописуемо вкусно все пропиталось сиропом немножечко лимонный вкус чуть-чуть прям орехи в прослойке все так сочно как будто не сахарный сироп был целиком медовый настолько ароматно пахнет корицей орешки я наверное за ночь спать не лягу съем эту тарелку вместе с тарелкой буду толстая и падишах меня разлюбит выгонит из дворца ребята это блюдо ну я не знаю вкуснее любого торта немного похоже наполеон до коржами что так тоненько все слоиста наполеона с жирным кремом на этой с орехами пропитанные похож на катайфе вы посмотрите катайфе на моем канале подпишитесь поставьте лайк напишите свое мнение по этому поводу не включайте колокольчик а сегодня пока